Здравствуйте, зона Киезет. Дети и гаджеты, и шире семья и гаджеты. Тема нашего разговора в студии психолог Жанат Смирнова. Здравствуйте, Жанат. Здравствуйте. Новость такая была на прошлой неделе. Аким Алматинской области встретился с одаренными школьниками, победителями олимпиад и так далее, коих число 73 детей, и подарил им гаджеты. Возникает вопрос, учитывая то, что гаджеты это такое средство для общих признаков, что едва ли не наркотик, то насколько полезен такой подарок? Это зависит от того, как распоряжаться таким подарком и как распорядятся прежде всего родители. Несмотря на то, что подарок ребенку, все равно за ребенка отвечают родители. Это все равно, что вот подарили там дорогую водку. И что будет делать человек с этой водкой? Варианты. Ну, передарить. Это в лучшем случае. Ну, да. Ну, самый такой социально адаптированный вариант – это распитие в торжестве или так далее. С гаджетом, конечно, сложнее. Я думаю, что все-таки нужно определить график общения ребенка с этим гаджетом. Это мы сейчас практически переходим к советам того, как построить отношения ребенка, да, и гаджета, и взрослого, и ребенка с гаджетом. Да. И треугольник-то очень большой получается. Ну, при условии, что у взрослого с ребенком уже все построено, вот… Ну, мы исходим из этого соображения. Да, из этого соображения, что вообще-то родитель уже знает, что правильно для ребенка. Сам знает. Ну, то, конечно, объясняется ребенку, что час в день, не больше. Вы рекомендуете? Конечно. Основываясь на чем? Да, я, но и другие ученые. На чем основаны эти рекомендации? Прежде всего, это медицинские показания. Кроме медицинских показаний по поводу зрения нервной системы, есть еще показания психологические, что формируется определенная близость, которая должна быть, наоборот, у ребенка с родителем, да, понятие близости, близкий человек. К сожалению, это понятие, оно… Чем больше ребенок общается там в компьютере, вообще играет за компьютером или в планшете находится, тем больше привязанности и близости происходит между ребенком и электронной такой системой. То есть у него возникают теплые чувства к железнике? Конечно. И он потом не может жить. Вспомните, например, взрослых, даже взрослых, которые, не зная, где его сотовый телефон, впадают в панику, и начинается такая вот страх, такая паника, что где-где, куда я делал свой сотовый телефон. Ну, можно же по-городскому общаться. Не обязательно по сотовому. Что происходит с детьми, которые слишком много общаются с планшетом, и в итоге что происходит с ними? Ну, во-первых, объект близости сразу становится другим. Вот мой планшет, это самый мой близкий человек. А если в этом планшете есть какой-то герой или игра, в которую он сильно любит играться, то это вот самое то, что приносит мне радость. И тогда пространство радости и категории понятий, которые приносят радость, они сужаются и становится что-то одно. Да, вот только эта игра приносит мне радость и кайф. Не в осмысленном варианте, а на самом деле только эта игра способна потом принести радость ребенку. Это зависимость. Формируются определенные зависимые отношения. А если посмотреть шире мировоззрение, как формируется тогда ребенок? Ну, конечно, мировоззрение тогда формируется такое, что электронная виртуальная реальность, она становится реальностью. А то, что происходит в жизни, оно становится таким исправимым вариантом. Как ему кажется. Да, как ему кажется. Можно пережить, можно исправить, можно сказать, мама, прости, она простит. Можно, не знаю, там, убить кошку, потому что у нее там 40 жизней. То есть вот, и еще плюс к этому, если что, можно убить себя, потому что я потом буду еще... Game over, try again. Да, 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 да. Повтор. И к вам приходят такие дети? Да, ко мне приходят такие родители. Как они? Такие родители с такими детьми. Первый признак, который они замечают, к сожалению, поздно, замечать, что ребенок ничего не хочет в жизни. Это что-то третье. Это что-то десятое даже, когда ребенок уже ничего не хочет. Не хочет... Кроме того, что он не хочет учиться, он не хочет мечтать. Он не знает и не хочет думать о том, кем он станет. Когда его спрашиваешь, там, что ты хочешь в жизни, он говорит, ничего. А, или очень популярный ответ, не знаю. Я не знаю. И он при общении очень замкнутый. Такой вот... Кажется, что застенчив. На самом деле это замкнутость... Неумение, да? Неумение общаться. Неумение общаться. Не только неумение, но и большое нежелание. Вот, человеческого контакта. Потому что в человеческом контакте действительно... Ну, есть неисправимая вещь, есть необратимый момент, да? И в человеческом контакте нужно поддерживать контакт не только пальцами, да? Но и выражением чувств, выражением глаз, слова подбирать не нужно. Попробую догадаться. Они смотрят на экран, видят там очень, ну, такую мимику очень ограниченную, да? В компьютерных играх. И пытаются вот то, что они там постигли, перенести в реальную жизнь. И не видят этого в реальной жизни у людей. Они не только этого не видят, там все упрощено. Все-таки компьютер не создает человеческие отношения, да? И там нет многих понятий. Там явно нет духовности, это точно. И, конечно, вот ребенок растет в такой инвалидизирующей среде, я бы так сказала. Он не имеет возможности развиваться как личность. Вот такой вот недоразвитый, я бы сказала, именно недоразвитая психика, она позволяет вот ребенку ничего не хотеть, ничего не желать. И самое, конечно, печальное, что ребенок не знает, в чем его цель вообще, что он хочет. Не в смысле, в общем смысле, что он хочет, а вот что конкретно он хочет там через год иметь в своей жизни. А вот наблюдения показывают, что час и два-два игры в гаджеты влечет за собой истероидную такую реакцию. Ребенок на нервах, ребенок истерит, ребенок плачет, ребенок не может найти себя. Это какая-то защитная реакция организма? Нет, это не защитная реакция организма, это явное перевозбуждение от компьютера. Плюс к этому это не час-два игры, это явно не час, это два и больше часов игры. Плюс к этому явный дефицит внимания на родителей. И при этом, да, если ребенок играется час, но при этом после этой игры он играется с папой в футбол, или там жарит вместе с мамой пирожки, или просто общается, или они обсуждают ту игру, это вообще идеальный вариант, обсуждают ту игру, в которую он играл, и говорят, и мама там расспрашивает, а кто положительный герой, кто отрицательный, а кто за что кого убил и зачем самое главное. Очень важные вопросы для семилетнего ребенка. И, конечно, вот это общение с родителями, оно компенсирует, и тогда ребенок не будет ни нервным, ни плаксивым. Здесь все взаимосвязано. Он не просто так играется в гаджет, там он тоже ищет близость, тоже ищет такую вот контактность. Невозможно же сказать, что это указывает совершенно точно на то, что в семье такой близости нет. Любой ребенок играет. Это могло? Нет, не любой. Не любой играет. Вы уверены в том, что существуют дети, которые, имея планшет или телефон, не будут играть? Да, я уверена в этом. Особенно дети… Вы видели таких детей? Видела. Что это за дети? Сколько их? Сколько их в этом мире? Они растут в условиях близости с природой. Я знаю таких детей. И родители намеренно, они не ограничивают от гаджетов, но, например, они водят их в лес или в горы и знакомят с природой, рассматривают птичек, обсуждают их игры, придумывают игры. То есть, когда ребенок не обделен родительским вниманием, он не сильно привязан, он в принципе не привязан. Для него гаджет – это то же самое, что футбольный мяч. Сколько времени должно уйти на то, чтобы сформировать в ребенке такое равнодушное отношение к гаджету? Спокойное, отсутствие привязанности? Ну, точно это дело не во времени. Дело в факторах. Первый фактор – это дефицит родительского внимания. Второе – это постоянное как будто бы навязывание ему родительской воли. Не внимания, а воли. Сделай это, сделай это. То есть постоянное инструктирование без внимания. А потом можно же спросить, а как ты это сделал? Расскажи, а в чем ты считаешь, что ты прав? И вот эти факторы, я думаю, что это факторы влияют. Времени понадобится не так много. Буквально 21 день формируется привычка. Через 21 день мы можем получить зависимого ребенка. Вы говорите сейчас о возникновении зависимости. О возникновении независимости. Насколько оно возможно? Возникновение независимости… Закрепление независимости возможно опять-таки при обратном отсчете. Когда есть родительское внимание. Что значит внимание? Это когда взаимодействует в таком же близком контакте. Не в смысле я все покупаю своему ребенку и что ему не хватает. У него прекрасная жизнь, намного прекраснее, чем у меня. Нет. А именно во внимании. Не нужно много денег, чтобы уделять внимание. Хотя, если, конечно, оставить работу, придется, конечно, жить без зарплаты. Но когда вы приходите с работы, вы можете нормально вечером просто побыть с ребенком. Многие взрослые сами углубляются в гаджеты после работы. Да. Да. Так и все-таки. Я попытаюсь как-то иначе сформулировать вопрос. 21 дня вот такого высшей степени доброжелательного отношения в семье достаточно для того, чтобы в ребенке закрепилось независимое отношение к гаджету? Такое. Ну, есть и есть. Или потом риски постоянные будут? Вы знаете, если ребенок уже был зависим, то потребуется столько же времени, сколько времени он был в зависимости. Например, 8-летнему ребенку понадобится не менее 8-10 месяцев, чтобы восстановиться. Ну, вот так долго формировался навык, и вдруг мы хотим его сделать там за 21 день независимо. Нет. Нет. Но при этом угроза будет сохраняться. Конечно. Потому что зависимость – это не только происходит от гаджетов, да. Зависимость – это внутренний механизм психики, который был уже сформирован до гаджета, мамой и ребенком. Вот. Слушая Вас, я понял одну печальную для себя новость, что нет никаких природных каких-то инструментов, которые бы в человеке противились этой привязанности. Или я неправда? Есть. Есть природные инструменты, но ребенок эти инструменты не может применять самостоятельно, особенно в условиях невнимательной семьи. Он растет в среде, в которой ему недостаточно внимания, и он это внимание получает в гаджете. Хорошо. В современной семье, как правило, этих гаджетов несколько, и, как правило, семья проводит время… Каждый в своем… Каждый в своем мире, да, виртуальном. Почему у взрослых не срабатывает вот эта самозащита? Я думаю, что они не знают последствий. Наверное, они все-таки сами зависимые люди. И плюс к этому, да. Помимо того, что Вы уже сказали, ну там хорошо, активные выходные, какое-то общение в течение недели, что еще можно сделать в семье для того, чтобы свести риски к минимуму? Я думаю, что еще совместное чтение книг и обсуждение их. Чтение книг, оно не просто полезно в плане, там, мышления, развития, да, или интеллекта. Прежде всего, книги формируют воображение ребенка. А в гаджетах это воображение уже само по себе блокируется уже заданными картинками. То есть у ребенка, наоборот, не формируется воображение. И здесь было бы очень полезным именно чтение книг. И тогда ребенок, вот как раз-таки те природные ресурсы, которыми я называю воображение, это природный ресурс ребенка, богатое воображение, он это применит, и это будет намного интереснее, чем просто играть. Все это хорошо, но виртуальный мир наступает. Прогнозы очень неутешительны, все это быстро будет развиваться, проникать в нашу жизнь, в том числе и буквально виртуальная реальность, когда человек просто надевает очки, погружается в нее полностью и буквально в ней живет. Есть прогнозы, согласно которым уже через 10-15 лет, ну, я не особенно склонен доверять подобным вещам, однако есть специалисты, которые говорят о том, что потребуются специальные переводчики межпоколенческие, потому что виртуализация существования человека, она формирует совершенно новый язык, и одно поколение от другого будет отличаться радикально. И таким образом, чтобы человеку 40-летнему переговорить с 20-летним, и поставить ему какую-то задачу по работе строительства какого-то дома даже буквально, потребуется переводчик, чтобы донести ясное и понятное, что же человек хочет от своего работника добиться. Вместе с тем, и опять-таки развитие этих гаджетов, мы же не можем сказать, что не будем их просто пускать в страну. Ну, конечно. То есть они будут проникать в нашу жизнь и, может быть, даже улучшать ее в какой-то степени. Как здесь баланс достигнуть? Осознанность. Я думаю, что ключ в осознанности, если человек будет понимать, зачем он это делает. Вот как раз-таки вопрос о том, зачем взрослые садятся вместе с ребенком и смотрят теперь уже в свой гаджет, да? Ну, если все-таки родитель в этот момент осознает, что он это все сделал, лишь бы он один остался в покое, да? И тогда у него есть выбор, как ему одному остаться в покое. Выйти на улицу в парке посидеть, например, одному, да? Либо все-таки уткнуться в гаджет и приучать к этому ребенка. Есть же варианты одиночества и уединения, как добровольного одиночества. Вот это и есть осознанность. Зачем я это делаю? Ответ на вопрос. И как я могу это сделать по-другому? — Человек осознанный, я так полагаю, это человек зрелый. — Да. — И к кому мы сейчас обращаемся? Какое число зрелых людей в целом? — Ну, я статистику не проводила, к сожалению, именно зрелости, но зрелых людей довольно мало. Вот, к сожалению, могу предположить. Потому что по тому количеству, сколько обращается людей по поводу детско-родительских отношений и сколько там незрелости именно в воспитании. — Именно со стороны взрослых? — Со стороны взрослых незрелости, конечно. У ребенка-то точно есть незрелость, он еще именно как личность не созрел. А взрослые незрелые. И при воспитании применяются явные клише, например, того, как их воспитывали. Меня били, и я буду бить. Меня там обижали, и я буду обижать. То есть никаких изменений. Только после там нескольких встреч человек начинает понимать, что вообще-то он поступает так же, как его мама, или там так же, как его отец. И зрелости в этом очень мало, на самом деле. Ну, с одной стороны. С другой стороны, человек, который обратился к психотерапевту или к психологу, уже озадачен чем. Ну, хоть, слава богу, хоть немножко задаются вопросом, а что вообще происходит? Почему так происходит? Могу ли я что-то изменить? Ну, это первые признаки того, что человек может и хочет быть. У него есть ресурсы и есть желание. Какой-то совет есть для аудитории, которая бы хотела что-то изменить, изменить себе, изменить семье, изменить мире вокруг, пусть даже и так, на эту тему? Ну, советов я не даю, но единственное, может быть, там, отслеживать себя. Не других исправлять, а скорее в себе искать причину происходящего вокруг. Потому что каждый человек, он автор своей жизни. Если с тобой что-то произошло, то это произошло не по твоей вине, но по твоей причине. Потому что ты это допустил, ты это позволил, ты это смог вынести, перетерпел, и оно есть в твоей жизни. Понятно. Ну, такая простая тема на первый взгляд, но чрезвычайно ответственная. Вот. И мне кажется, именно тема ответственности здесь очень такая актуальная для всех взрослых людей. Потому что они отвечают не только за себя, они еще отвечают за своих детей. Понятно. Большое спасибо. Друзья, лето, каникулы, всегда очень легко дать ребенку гаджет и сказать ему, посиди пару часиков, а потом еще три часа. Ну, вот видите, что не так все хорошо заканчивается. Прислушайтесь к совету психолога, сделайте выводы, возьмите себя в руки. И хороших каникул. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...